День пожарной службы Беларуси отмечается 25 июля. Этот год для огнеборцев юбилейный. Ровно 165 лет назад Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос о создании пожарной части в Минске, утвердили смету расходов на ее содержание. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днем ее основания. Свой профессиональный праздник пинские спасатели решили отметить с большим размахом и подарили праздник не только себе, но и всем горожанам. В воскресенье, накануне 25 июля, в парк культуры и отдыха стала съезжаться аварийно-спасательная техника, только на этот раз без сопровождения сирены. В тот день спасатели готовились продемонстрировать всем желающим тот арсенал возможностей, которым сейчас обладают. А на вооружении пинских огнеборцев самая современная техника, позволяющая быть мобильными, в кратчайшее время добираться к месту ЧП, вовремя его ликвидировать и оказывать помощь терпящим бедствиям. История, конечно же, не стоит на месте. Мы пришли от того, что раньше на подводе вывозилась бочка воды. Сейчас у нас, вы видите, есть современное оборудование, современная техника. У нас есть три автомобиля, которые вывозят 10 тонн огнетущего вещества. Если в целом взять развитие пожарной службы, и так как мы уже будем в январе праздновать 20-летний юбилей Министерства по чрезвычайным ситуациям, так в Министерстве по чрезвычайным ситуациям есть и авиация, и водные катера, лодки. Все, что необходимо для спасения людей на воде, в лесах, на торфяниках, в жилых домах, в объектах массового пребывания людей. Пинские спасатели, которые год подряд поддерживают давнюю традицию устраивать в день пожарной службы гуляния и праздник для населения. Торжественное мероприятие в Пинске началось с построения спасателей пожарных и награждения наиболее отличившихся работников органов и подразделений ПУЧАЭС. Начальник гороотдела Вячеслав Лазюк, а также начальник Пинского центра РОСТ Андрей Козлов поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили всех работников пожарной службы, ветеранов за их нелегкий труд, стойкость, героизм и мужество. Сотрудники МЧС свой праздник стараются разделить вместе с теми, кому готовы прийти на помощь в трудную минуту. А мы, в свою очередь, не только в этот день, но и всегда готовы высказать самые теплые и искренние слова признательности за их профессионализм, смелость и отвагу. На торжественное мероприятие с праздником пинских огнеборцев пришло поздравить много гостей. Среди них представители гор и райисполкомов местных советов депутатов. Служба имеет богатую и славную историю, но самое главное богатство – это вы, уважаемые сотрудники отдела, вы посвятили себя мужественной, героичной и благородной профессии. Разрешите от имени городского совета депутатов, городского исполнительного комитета поздравить вас с праздником, пожелать вам всем здоровья, успехов в вашей нелегкой работе. И пусть звук пожарной сирены звучит только во время тренировок и учебных занятий. Ваша работа, ваше мужество, ваша стойкость, она, скажем так, помогает нам безболезненно проходить порой сложнейшие ситуации, как здесь отмечалось. Материально-техническая база в последнее время совершенствуется, но все-таки везде и всегда впереди стоит человек. Я хочу пожелать вам крепкого доброго здравия, удачи, успехов, мира и добра. Людей, посвятивших себя такой мужественной и отважной профессии, чтут в своем ведомстве и не только. В честь праздника лучшие из лучших были награждены нагрудными знаками Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, выдатник и задзнаку, а также получили очередные звания. Среди них спасатель с более чем 20-летним стажем, командир отделения Геннадий Молитвик. Очень волнительно, я говорю, что мой труд оценили. Этот профессиональный праздник вместе с действующими сотрудниками МЧС всегда отмечают и ветераны, не один десяток лет проработавшие в различных подразделениях ГУРа и Дела. Профессия пожарного – это действительно профессия нужная людям. И об этом начинаешь понимать, когда встречаешься с горем, с которым встречаются люди и из которого надо спасать, помогать, тушить, оказывать помощь. Когда у людей беда, тогда уже не смотришь ни на себя, ни на свои силы, ни на что. С детства у меня была такая мания, так сказать, интерес к этому, чтобы из огня что-то потушить и из огня спасти людей. Вот поэтому и в жизни потом так случилось. Собственно, судьба сама привела была. Пожелания в праздник своим товарищам ветераны МЧС адресуют не только сугубо профессиональные. Здоровья. В первую очередь крепкого, хорошего здоровья, чтобы никогда не обращались к врачам. А второе – службе сухих рукавов. Здоровья. Долгих-долгих лет еще жизни, чтобы быть в рядах действительно огнеборцев. Молодым. Достойно нести звание. Профессии этой достойной нашей. Здоровья, благополучия им и семьям. Ветераны гороотдела по чрезвычайным ситуациям с гордостью смотрят на нынешнее поколение, которое приняло от них эстафету. Настроение очень хорошее. Пришли все с семьей отметить этот праздник. Будем проводить сегодня целый день с семьей. И всем здоровья спасателям пожарным. Пускай будут все жены ждать их. И с гордостью пускай мужчины несут свое призвание спасателям. В каждой профессии есть риск. Не без этого. Мы гордимся своим мужем, своим папой. Мы дома обеспечиваем надежный тыл. Для жителей города и гостей праздника работники МЧС организовали показательное выступление. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спускались с 30-ти метровой высоты выдвинутой автолестницы. Ликвидировали условный пожар. Детям же наибольшее удовольствие доставила пенная вечеринка. Присутствовала на празднике водная феерия. Закончились показательные выступления салютом. В продолжении концерт и работа шести игровых площадок для детей и взрослых, где проводилось множество различных конкурсов. Создать веселое настроение помогли и ростовые мультяшные персонажи, которые поддерживали участников в конкурсах и раздавали наглядную изобразительную продукцию МЧС. Уважаемые спасатели, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасателям стойкости, верности духа, крепкого тыла, ветеранам, конечно же, крепкого-крепкого здоровья, удачи во всем. Ну и, конечно же, мы всегда рады встречать ветеранов. Двери нашего отдела всегда открыты и будем рады с ними общаться.